Доброе утро! Хорошего дня всем, друзья мои, мои подписчики золотые, дорогие! Я вот так вот выбралась в шортиках, думаю, боже, последние дни солнышка, еду встречать группу туристов, ну, два человечка, два-два-два-два, молоденькие девочки, то я думаю, что могу уже там зарисоваться и погулять с ними в шортиках, подрисоваться тоже под молоденькую девочку. Сейчас вам покажу, какие сумочки я последний раз все-таки купила на подарки. Вот эту зеленую, наверное, оставлю себе, вот эту зеленую бубочку, она мне нравится. Вот, у меня, кстати, есть такая натуральная меховая, потом вам тоже покажу, продемонстрирую ближе к зиме. У меня беличья есть, беличья натуральные, а вот эта вот искусственная. Вот, оставлю ее, наверное, все-таки себе. Вот эту я купила на подарочек маленькой, не маленькая, ей 40 лет, но она просто миниатюрная девочка, ей купила вот эту оранжевую сумочку, и там уже лосины внутри, черненькие, на день рождения буду дарить. А эту розовенькую купила тоже подружке, подруге на день рождения, у Лянки своей, она брюнетка, и у нее розовые пасмы, розовые губы. Она такая утепленная, видите, вот так, как-то маленькая. И она мне на Уляну даже похожа. Вот такие вот мои последние покупки из падовых, из складов. А, сейчас вам продемонстрирую еще кардиганы, да, я же обещала. Секундочку. Смотрите, это я специальная вишечка вот эта сюда поставила, он же у меня здесь не стоит, у меня же только вот этот стоит, который я, вот, вещи, которыми я пользуюсь, они у меня вот спали не сразу же. Вот, а это я специально поставила, принесла с репостилья или с гардеробной, как-то говорят. Просто хочу показать вам, что вот такая вот сумочка подходит и к этому кардигану. Вот, смотрите, розовый кардиган мой, он длинный. Я всегда хочу, чтобы было вот мне вот, ну, в принципе, миди, макси, да, длина, чтобы было. Вот, оно на мне получается миди всегда. Да, вот, это махеровый фуксия. И вот такая вот рубашка, вот эта заровская, мне подходит и под розовый, и под зеленый, как вы видите, да. Вот, и на мне сейчас тоже рубашка зары. Вот, рубашечка такая более светлая, а эта более такая насыщенная. Здесь зеленые и розовые цветочки. И вот этот зеленый кардиган прекрасно сюда подходит, да. Вот, такое вот качество вам показываю. Это я на складах купила. Я не знаю, в магазине, наверное, в Венеции будет где-то 120-130 евро. Вот стоит этот кардиган. Такие вот дела, девочки мои и мальчики. Хотите, я одену, если хотите, сейчас наброшу, но надо обувь обуваться, надо что-то подумать. Тоже у меня есть разные цвета, розовые, желтые, ну, да разные есть вообще-то, сразу я не вспомню. Сейчас я одену и вам сделаю тоже видео. Ну, смотрите, одела вот такая длина на мне, на мой рост, метр семьдесят два. Вот такая длина получается, да. Но я довольна, что такое нашла, потому что все всегда по коленке. Ну, вот так вот, и миди получается, чуть длиннее колена. Вот я одела по свою такую розовую рубаху, тоже из Зары. Тут беленькая и меньше. А сапоги у меня, кстати, есть еще розовые, замшевые, такие летние. Можно просто на босую ногу сапог одеть. Ну, просто раньше так одевалась. Сейчас в Венеции как-то можно, можно, ну, просто что уже возраст, я так себе думаю, что не совсем красиво. Ну, вот, я одела фуксию и можно одеть также вот, тоже с этой рубахой, что на мне, можно вот и зеленые. Вы себе представили, да, как оно все смотрится. Как оно все смотрится. Комбинировать можно. Я белые брючки одевала, одевала платьишко, короче платьишко, одевала длиннее. То бишь, есть фантазия, есть свой стиль, есть вкус. Ну, у каждого свой вкус. Комбинируйте, не бойтесь. Но вещи классные, а можно нарыть вот на этих складах. Так что, давайте. Я вас жду. Кого еще у меня не было. Приезжайте. Все, поехала. Переодеваюсь и надо идти вперед, шагать. А это утренняя разминка такая у нас с вами была. Все, смотрим дальше. Дальше будет. Ну, показываю вам свой процесс творения. Сижу на полу. Вот, на полу ковер завернула. Сижу на полу. Это же у меня цветы стоят здесь в основном. Но, вот. Да, мама спрашивает, не смотрю ли я телевизор совсем. Я всем говорю, нет. Вот. Это все у меня стоит здесь. Ну, так как я делаю постоянно на инстаграм. А вот эти браслетики тоже сегодня вот сделала. На инстаграм делала вот видео. И сейчас делаю на инстаграм. То я тут, короче, все поразбрасывала. Видите, как я приспособила. Палку сюда засунула. Вот. Такое я комбиную. Эти книги лежат вообще-то не здесь. Я уже сделала на инстаграм. То я уже могу поубирать. Они у меня здесь. И здесь у меня эта ваза стоит с этим цветком. А тут у меня стоит этот сундучок. Подсветку везде включила. Ну, такая. Что-то думаю. Что-то выдумываю. Что-то творю. Что-то делаю. Все. Хочу сказать, что вот мужские браслеты у меня продаются. Ну, я не сглажу. Я говорю всегда. Ну, как бы с добром. А говорят, что сам себя тоже можешь сглазить. Или похвастаешься людям, то потом не получается. Ну, все получается, потому что с любовью и с позитивом. Так что, извините. Я верю в то, что добро всегда побеждает зло. Вот. И не боюсь об этом говорить. Реально. Браслетики мужские у меня продаются. Хорошо. Все черненькие сделала, потому что Маура просит, сделай черненькие. Потому что он, наверное, сам с ними ходит. И потому всем надо вот такие же, как у него. Смотрите, цигун занимаются, ребята покупают. То цигуном занимаются. Вот Патрик купил пять или семь. И он увидел вот эту рожицу. Он говорит, да-да-да-да, хочу. Совушка. Это мудрость. Кресты. Если кому-то нравится крест. Дальше. Божья коровка. А вот божья коровка. Тут у нас есть божья коровка. Это на фортуну считается. Ну и, конечно же, здесь везде есть лава. Натуральная лава. Она тоже считается на фортуну в итальянцев. Понимаете? А мужчины очень итальянские. Любят браслетики. Очень любят. Ну, я добавляла немножко лунного камня. Потому что слушала астрологов-эзотериков, что на этот год надо. То я немножко добавляю. Если у меня индивидуальные заказы, то я смотрю тоже по гороскопу. Что кому подходит. Ну и вот на это все, девочки, мальчики. У меня ушло вот эти вот браслетики. Сколько их здесь? 15-17 где-то так. На эти браслетики и на эти зеленые, что у меня на руке. Еще я шпильки сделала такие большие. Купила. Туда тоже камушки разные понатягивала. И можно так просто надевать под свет. Вот себе под кардигант, пальто, куда хотите. Где-то часиков пять у меня ушло на это все. Вот еще одна моя работа. Показала вам. Свободные от других дел. Туристы, экскурсии, закупы, которые я делаю, людей вожу. Боже, что я только не делаю. Ой, хоть и жить умею вертеться, но вертеться здесь очень даже нелегко. Но мы не сдаемся и мы победим. Все, смотрим дальше. Что дальше поставим, какой кадрик, не знаю. Но смотрим. Ну вот смотрите, то, что я вам говорила, булавки сделала. Это из отходов, девочки. Я сделала то, что у меня оставалось. Там какие-то старые бусы. Мне там одна девочка дала, говорит, я не ношу, не нравится. Ну вот то, что у меня осталось с браслетиков, с кулонов, которые я делала. Короче, вот такая вот идея. Вот такое я нацепила. Фурнитуру подбирайте золотую, серебряную. Соответственно, от того, куда вы цепляете, что вы носите. Это кардиган, если там пуговицы золотые, серебряные. Или там пальто, там, ой, фурнитура на сумке золотая или серебряная. Ну, то бишь, надо подбирать. Конечно, я хочу поехать с Мауром на Муран, на фабрике, и поискать какие-то мордахи прикольные. Или какие-то бабочки. Такое, знаете, что такое интересное? Такие, не знаю, даже в Юрде человечка можно, да? Ну, потому что это такое просто пробное, как идея. Это просто как идея. Вот, а хотелось бы, ну, красивенько делать. Ну, можно же и побольше булавки купить. И, ну, короче, фантазируйте, ребята. Фантазируйте. Фантазии нет предела. Только надо прислушиваться к себе. И все. Да, побольше смотреть на природу, наблюдать за животными и прислушиваться к себе. И реально идей очень много есть. Вот такая еще идейка вам одна на заметку. От меня. Пятьсот девяносто семь. Буна сера. Вот такой жилет. Двести пятьдесят девять. Везде искусственный мех. Вы знаете, ну, эти вещи только могу одеть я, наверное. Еще несколько таких прибамбашенных. Зачем они так много навезли? Кто их будет массово покупать по шестьсот евро? Я не знаю. Пятьсот семьдесят цена. Ну, скажите мне, пожалуйста. Это я сейчас такое не одену. Мне оно без надобности. Вот когда я жила на Украине и работала в модельном агентстве, вот такая работа была или на телевидении, то мне надо было что-то интересное одевать, да? Ну, а сейчас оно мне вообще без надобности. Да и такие деньги я не дам в данное время. Ресторанты в джапонезе. Джапонезе – это японцы. Бедные рыбки. В этой, я не могу сказать, это аквариум не назвать, а это бассейн. Ванная, я бы сказала. Грязная ванная для бедных рыбок. И некуда им деваться, и растут, и кладятся, как и мы здесь на земле. Невольные тоже. Сами по себе. Вот как они, вот как. Вот поймали, высадили здесь, и все. Живите, как хотите. Ой, какая красивая, белая, с тетном таким. О, какая прикольная. Бедненькие. Японцы не заморачиваются. Высадили вот искусственный папоротник, и не морочат себе голову. Конечно, Япония, цивилизация, ну, куда Италии браться в этом смысле, технологии, все, конечно, Япония лидирует. И они решили, что для итальянцев, или для приезжих уже здесь в основном уже приезжают отдыхать немцы. Но они решили, что достаточно и так. Так, мы ужинаем. Да, у нас сегодня суши, еще поднесут, уже сальмоны съели, еще поднесут. И я на этом заканчиваю свое видео. Всем желаю хорошего вечера, ночи, утра, дня, и всегда всего самого-самого наилучшего. Подают очень просто здесь. Ну, тарелочки мне нравятся. Папустки мои дорогие. А то остынет моя соль. Да. М-м-м. Продолжение следует...